Приветствую вас. Сразу хотел бы предупредить о том, что мой ответ вам может не понравиться. Но, сразу хотел бы предупредить, что вы можете считать мой ответ неправильным, но, как психолог, и если вы обратились к психологу, то я вам хочу сказать так. Даже по вашим словам, даже по вашим сообщениям, которые вы написали, я чувствую, насколько сильно вы давите на ребенка своего. Насколько сильно вы подавляете ребенка? Конечно, вы можете сказать о том, что мол, это не так, никто его не подавляет и так далее. Видите ли, проблема в том, что ваш ребенок сейчас, ну это по сути подросток. И будучи подростком, ваш ребенок, конечно же, сейчас бунтует, сейчас хочет самостоятельности, сейчас хочет делать то, что ему нравится, то есть ему интересно и так далее. Так вот, в подростковом возрасте это нормально. Он ей, я имею ввиду, вашей дочери, неприятно, что вы решили все за нее. То есть она чувствует, что все пришено за нее по сути тела. Где ей учиться, да, значит, что ей делать, как ей поступать и так далее и тому подобное. А это, естественно, неприятно. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок делал то, что он хочет, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был счастлив, то вам нужно сейчас дать ей свободу. Я не могу знать, поймете ли вы меня или нет, правильно ли вы меня поймете или нет. Но подавлением ребенка вы ничего хорошего не добьетесь, кроме вызывания у него на интуитивном, ассоциативном уровне отвращения к тому, что он делает. И если вы хотите, чтобы ребенок в жизни все-таки был счастлив, дайте ей свободу. Дайте ей действовать так, как она хочет. Ограничивать ее в чем-либо, это опять же не вариант. Она будет чувствовать принуждение с вашей стороны. И чувствуя принуждение с вашей стороны, она будет еще больше упорствовать в том, чтобы не делать это. Чем больше вы ее доставляете, тем больше у нее будет отвращение. Или она будет просто ненавидеть в итоге то, что она делает, несмотря на свою одаренность. Потому что кроме одаренности есть еще и ее желание, ее потребности, ее чувства, ее эмоции, ее детство. А этого всего вы, судя по всему, не даете. Далее, что я вам хочу рассказать еще. У вас есть два пути развития. Два пути действия. Первый путь. Это путь такой, что вы ориентируетесь на счастье ребенка. Ей нравилась музыка. Она делала это в удовольствие, но сейчас перестала. И если это не приносит ей удовольствия, позвольте ей этим не заниматься. Как родитель, который, значит, приинтересован в том, чтобы его ребенок был счастлив. Этим вы дадите ребенку свободу. Да, она не будет, может быть, той, кем вы хотите ее видеть, но она будет собой. Она будет свободна, у нее не будет комплексов, не будет сублимации, не будет отбитного, не будет злости, не будет агрессии и негатива. Она будет свободна. Либо вы нацелены на пользу, на ту систему, которую вы описываете, что чтобы, значит, что-то купить, нужно, значит, при этом купить платье нужно заработать, чтобы заработать нужно хорошую специальность, а чтобы поступить хороший выезд, нужно учиться хорошо и так далее. То есть у вас для чего-то, для чего-то, для чего-то. Это культура полезности, это тупиковый ветвь. Потому что ради чего-то все это, ради чего-то, ради чего-то, ради чего-то, а для чего платье покупать, например? Так да. Зачем платье покупать? Почему вы этот вопрос не задаете, если вы такую четкую почку выстраиваете? Непонятно. Вот. Но вы можете действовать и так, как вы хотите. То есть можете ребенку принесать, можете воспитывать в ней отращение к учебе и так далее. И тогда она сквозь зубы будет все равно делать то, что вы ее заставляете. Она никогда не будет это любить. И занимаясь нелюбимым, по сути, делом, она не будет счастлива. Вот вы и определите, что для вас важнее сердце ребенка или его успешность и обеспеченность. И вот исходя из этого делите выбор. А как психолог я свое мнение сказал. Кстати говоря, просто для сравнения, дети, которые растут свободными, да, которые осознают ответственность, то есть то, что у вашего ребенка нет ответственности, это плохо. Ответственность нужно научить. И не покупать ей все, и не идти у него на поводу, не удовлетворять ее все каплизы. Но, дети, которые растут в свободе и делают то, что они хотят, в известной степени, куда меньше имеют психологических проблем, чем те дети, которые растут так, как им велят родители. Это и обиды, и подавленные желания, и комплексы, и прочее, и прочее, и прочее. Ну и последний вопрос, который я хотел бы вам задать. Почему вы не верите, что она учится в школе-интернате ради вас? Что заставляет вас считать, что ребенок обманывает? И для чего ему это делать? Ребенку я имею ввиду. А если она не обманывает, то почему вы к ней не прислушиваетесь? На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...